Все больше стран присоединяются к финансированию оборона промышленного комплекса Украины, заявил глава Украинского оборонного ведомства после встречи с европейскими коллегами в формате «Северная группа Украина». В него вошли страны Балтии, Великобритании, Германии, Нидерланды и Польша, а также нордические государства – Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия и Дания. Ежедневно мы подвергаемся артиллерийским обстрелам со стороны россиян. До 30 тысяч снарядов в день, более 100 различных атак в день, более 100 различных типов ракет, гиперзвуковых, баллистических. Так что это, к сожалению, повседневная жизнь. Мы пытаемся оттеснить врага с нашей территории и не допустить его маневров и создать буферную зону. Так что мы работаем ежедневно и в целом мы наращиваем наши возможности для защиты нашей страны и для создания мер сдерживания, чтобы не позволить им приблизиться. Как отметил Рустам Умиров, на встрече в формате «Северная группа Украина» главы Министерств обороны государств участников обсудили потребности Украины на 2025 год. В частности, Дания выделит Украине почти 100 миллионов долларов. Средства будут предназначены для украинской обороны промышленности. Норвегия также профинансирует производство украинского вооружения и техники, таким образом присоединившись к так называемой датской модели военной поддержки Украины. Дания стала первой страной НАТО, которая согласилась напрямую предоставить средства украинскому ВПК. Как отметила глава датского правительства, мир в Европе может быть только тогда, когда она сможет защитить себя. Мы знаем, что эти инвестиции приносят реальную пользу на поле боя. И к тому же наша поддержка будет долгосрочной. Швеция намерена выделить Украине на 2025 и 2026 годы более 2 миллиардов долларов. Шведское правительство готово внести существенный вклад в массовое производство ракет большой дальности беспилотников, сообщил министр обороны страны по итогам встречи с главой украинского оборонного ведомства Рустемом Умеровым. На протяжении всей этой войны мы видели, как Россия систематически атакует вашу важнейшую инфраструктуру и гражданские объекты, что не соответствует международному праву. Похоже, что это своего рода сигнал со стороны России и попытка отговорить нас от поддержки Украины. Но это не сработает. Мы будем поддерживать украинскую оборонную промышленность, финансируя закупку ракет и беспилотников большой дальности, которые затем будут переданы Украине. А вот Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов, сообщил глава Министерства обороны Украины. Соответствующий меморандум Рустем Умеров подписал в Вильнюсе со своим литовским коллегой Лауриносом Кощуносом 23 ноября. Это долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш на 10 миллионов евро. Также главы оборонных ведомств обсудили ключевые приоритеты на 2025 год. В частности, подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасами, средствами ПВО и развитие сотрудничества в сфере обороны промышленности.